Папарацци Папарацци слыл товарищем назойливым и дотошным. Кстати, с итальянского папарацци переводится как назойливый особенно пищащий гомар. Определение как нельзя лучше подходит сегодняшним фоторепортерам, снимающим звезд шоу-бизнеса и других знаменитостей без их ведома и согласия, дабы получить компрометирующие снимки. Вот как работают мировые папарацци в современных реалиях. Сегодня я буду выступать в роли папарацци. Все, что нам для этого нужно, это фотоаппарат с хорошим объективом, а также самое главное — это терпение. Кстати, имя человека, за которым будет вестись охота, вы узнаете прямо сейчас. В полку завидных невест прибыло. Певица Ксения нынче не обременена брачными узами. Корабли исполнительницы Виты и экс-супруга Антона разошлись по разным берегам. Однако им все же удалось остаться друзьями. Мы довольно-таки давно уже разошлись, просто афишировать это как-то не хотелось. Я знаю, что буду очень счастлива, когда он найдет свою вторую половинку, и думаю, что он будет счастлив, когда я найду свою настоящую вторую половинку. На часах 10 утра нам поступила информация, что Ксения будет выходить из своего подъезда, это ее адрес, мы не будем говорить, где она проживает. Сейчас неизвестно, куда она поедет и что будет. Даже если папарац у нас как-то делают, пытаются делать, я думаю, не конкретно и как бы необдуманно это делать, непрофессионально. Когда людей фотоешь в таком неформальной установке, это, во-первых, у них получается такой негатив. Мне особо хотелось бы притягивать весь негатив на себя. Зрители привыкли видеть их вот такими пушистыми, мягкими. На самом деле не все так, наверное, слажено. Мы ждем, уже прошло минут 30, мы действительно замерзли на морозе. Не обязательно влазить даже, можно сказать, в личную жизнь, но предоставить хорошую картинку, и этого будет достаточно. Настоящая папарацция – это их стиль жизни. Они этим живут, они за счет этого существуют. Могут сделать кадр, который будет стоить 10 тысяч долларов и полгода вместе с прожить без бед. Вы знаете, мы сейчас наблюдаем за Ксенией, а Япония отправляется в сторону банка. Ну, видимо, налоги платить не знаю, давайте посмотрим. Деловая девушка! Как это делается в США? Представьте себе, ресторан, там сидит Брэд Питт, там с Анжелиной Джоли, они там хорошо проводят время и так далее. Их внутри нельзя снимать. Действительно, наши доводы, они подтвердились. Она зашла в банк, видимо, она будет платить налоги, я не знаю, что она будет там еще делать. В общем, ну, на данный момент мы еще не сфотографируем ни одного ценного кадра, просто наборы заполнения карты памяти. Очень холодно, кстати, очень холодно на улице. Артисты могут также сами, ну, как бы предоставлять какие-то свои снимки, которые были сделаны просто дома, просто где-то, ну, как-то вот так вот, либо журналистами. А для этого не обязательно нужны папарацци. Те же самые звезды, они в России, да, они сами выкладывают всю информацию для того, чтобы припиариться. Вот эта звезда вот с тем-то человеком, вот, пожалуйста, они сидят или стоят, и мило улыбаются в кадр. Ну, какой же это папарацци? Я на 100% уверен, что у многих фотографов где-то в загражданке лежат какие-то кадры, которые ждутся к своей очереди. В свое время была певицей, и есть Линда. Есть и снимки, где она сидит уставшая, то есть с бутылочкой воды. И материал такого рода есть, но, как правило, я его не публикую. Был случай с певицей Максим, когда она приезжала. Она одела короткое платье, она поднимает руки вверх, а короткое платьице, значит, поднимается еще выше. Мы видим голую попу Максима. Опять-таки нам приходится только ждать и ждать, и, конечно, надеяться на то, что она нас не заметит. А для этого мы сделаем все возможное. Ну, я не знаю, какая она следующая точка. Может быть, она вообще домой вернется, и сегодня день у нас будет потерян, а может, поедет куда-либо еще. Папарацци отчасти еще и провокатор. То есть это человек, который фотограф, который ищет провокационные сюжеты. Знаете, нам сейчас очень подфартило. Прямо на пешеходном переходе удалось сфотографировать пару моментов. Правда, тоже пока ничего интересного. Как заходила с одной сумочкой, так с ней вышла же. Если кого-то обхаяли, сказали, там, с кем-то увидели, там, как-то по-другому относятся. Не как в Москве, не как за рубежом. Просто сами фотографы, наверное, еще не пришли к такому шагу, чтобы быть папарацци, быть ненавистником звезд. Знаете, работая папарацци, нужно быть предельно аккуратным, потому что, когда сейчас Ксения переходила дорога, мы практически... Ну, мы чуть ли не спалились, она что-то нас не заметила. Поэтому на будущее тем, кто будет поднимать эту профессию у нас в Казахстане, будьте аккуратны. Не каждый фотограф может стать папарацци, потому что такие люди, у которых нет возможности каких-то своих принципов. Для этого нужно этому фотографу вставать 5 утра, например, да. Либо 3 часа ночи, там, узнать информацию, приехать, именно отснять именно нужную информацию и взять эту фотку, потом продать каналам. Это нужно еще, ну, как сказать, быть таким человеком, которому интересно вот это вот, именно вскрывать вот эти вот моменты. Отправляется на следующую точку, Ксения. Магазин. Интересно, что он там купит. Сейчас ждем. Как вы успели заметить, Ксения побывала в банке, видимо, сняла деньги, я не знаю, сходила в магазин, купила продукты. Мы не разглядели, что это, кстати, находится в пакете, и у него в руке, по-моему, бутылка шампанца. Давайте дальше посмотрим, укрываем. Пойдемте. 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 Звезды, они еще не знают, насколько это нехорошо, насколько это может просто испортить им жизнь. Я видел и не только фото, но и видеосюжеты, компрометирующие наших коллег, да, и там ставящие их, конечно, в невыгодном свете. Но, по большому счету, как бы нет той роскоши, нет того лоска, и поэтому это выглядит, если не сенсационно, то как минимум грязно. Пацанам, наверное, не страшно, а певицам-то страшно, это не с того ракурса, там, какие-то складки там непонятные сняли, и, конечно, будут они обижаться на эти фотографии. Сами артисты говорят, вот, а что нам, папарацци, терпеть не можем мы это, то есть, ну, они должны быть благодарны этим же людям, которые бегают за ними, пытаются их споймать. Знаете, я безумно счастлив, потому что нам удалось запечатлеть тот кадр, который мы ждали весь день. После того, как Ксения сходила в магазин, затем она отправилась в невестном направлении, обратите внимание, что мы запечатлели. Она шла, упала, и бутылка шампанского у нее вылетела из рук. Вот, вот этот кадр. Он действительно интересен. И это не та фотография, которую можно увидеть на любом сайте в интернете, или, например, открыв глянцевый журнал, где все будут стоять такие накрашенные, красивые. Вот, вот в этом заключается работа аппарата. Если даже и так сделает, там придет, скажет, там, заплати деньги, и, как бы, я могу сам даже сказать, иди, можешь отдать, это для меня пиар, черный пиар. Наши казахстанские звезды, они этого не поняли, что черный пиар, он намного, скажем, эффективнее обычного пиара. У нас не настолько это оплачивается. Риск, и, ну, он не соизмерим, допустим. Это все равно это очень сложная и тяжелая работа. У нас издания вообще не готовы платить за что-либо. Это делается на условиях бартера, то есть мы снимаем обложку, там, развороты, нам дают какой-то модуль в издании. Вот таким образом действует 99% рынка, и это было всегда, то есть у нас не ходит нал между, как бы, изданиями и фотографами. Самого шоу-бизнеса еще толком у нас нет, поэтому и папарацци у нас не может быть. В Казахстане это не предвидится, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Менталитет у нас другой, и я считаю, что это хорошо. Не нужно их создавать искусственно или пытаться повторить только потому, что у них есть, а у нас нет. Мы другие, система другая. Находясь весь день в режиме ожидания и заполучив всего лишь один кадр, который, кстати, неизвестно, будет ли вообще хоть кому-то пригоден, нам неизвестно. Могу сказать лишь одно. Насколько востребована будет профессия папарацци в Казахстане, покажет время. Вообще идеально. Это тебе за то, что ты так сыграла? И вот здесь, когда еще парень подошел, вообще так смешно было на самом деле, потому что упало вообще идеально.